Раз у отца в кабинете Саша портрет увидал, изображен на портрете был молодой генерал. — Кто это? — спрашивал Саша. — Кто? — Это дедушка твой. И отвернулся папаша, Низко поник головой. — Что же не вижу его я? Папа ни слова в ответ. Внук перед дедушкой стоя Зорко глядит на портрет. — Папа, чего ты вздыхаешь? — Умер он? Жив? — Говори. — Вырастешь, Саша, узнаешь. — То-то? Ты скажешь? Смотри. — Дедушку знаешь, мамаша? Матери сын говорит. — Знаю. И за руку Саша маму к портрету тащит. Мама идет против воли. Ты мне скажи про него, мама. Недобрый он, что ли? Что я не вижу его? — Ну, дорогая, ну, сделай милость, скажи что-нибудь. — Нет, он и добрый, и смелый, только несчастный. На грудь голову скрыла мамаша, тяжко вздыхает, дрожит и зарыдала. А Саша зорко на деда глядит. — Что же ты, мама, рыдаешь? — Слово не хочешь сказать. — Вырастешь, Саша, узнаешь. Лучше пойдем-ка гулять. В доме тревога большая, счастливый, светлый лицом, заново дом убирая, шепчется мама с отцом. Как весела их беседа. Сын подмечает, молчит. — Скоро увидишь ты, деда, — Саша отец говорит. — Дедушкой только и бредит Саша, не может уснуть. — Что же он долго не едет? — Друг мой, далек ему путь. Саша тоскливо вздыхает, думает, что за ответ. — Вот, наконец, приезжает этот таинственный дед. Все уж давно поджидая, встретили старого вдруг. Благословил он, рыдая, дом и семейство, и слуг, пыль отряхнул у порога, с шеи торжественно снял образ распятого бога и, покрестившись, сказал, — Днесь я со всем примирился, что потерпел на веку. Сын пред отцом преклонился, ноги омыл старику, белые кудри чесала дедушки Сашина мать, гладила их, целовала, Сашу звала целовать. Правой рукой мамашу дед обхватил, а другой гладил румяного Сашу. — Экей красавчик какой! Дедушку пристальным взглядом Саша рассматривал. Вдруг слезы у мальчика градом хлынули. К дедушке внук кинулся. — Дедушка, где ты жил, пропадал столько лет? Где же твои эпалеты? Что не в мундир ты одет? Что на ноге ты скрываешь? Ранена, что ли, рука? — Вырастешь, Саша, узнаешь. Ну, поцелуй старика. Повеселел, оживился, радостью дышит весь дом. С дедушкой Саша сдружился, Вечно гуляют вдвоем. Ходят лугами, лесами, Рвут васильки среди нив. Дедушка древен годами, Но еще бодрый, красив. Зубы у дедушки целы, Поступь, осанка тверда. Ах, кудри пушистые, белые, Как серебро борода, Строен, высокого роста, Но как младенец глядит. Как-то апостольски просто, Ровно всегда говорит. Выйдут на берег покатый, К русской великой реке. Свищет кулик вороватый, Тысячи лап на песке. Барку ведут бичевою, Чу бурлаков голоса. Ровная гладь за рекою, Нивы, покосы, леса, Легкой прохладою дует С медленных дремлющих вод. Дедушка землю целует, Плачет и тихо поет. Дедушка, что ты роняешь, Крупные слезы, как град? Вырастешь, Саша, узнаешь, Ты не печалься, я рад. Рад, что я вижу картину Милую с детства глазам. Глянь-ка на эту равнину И полюби ее сам. Две-три усадьбы дворянских, Двадцать господних церквей, Сто деревенек крестьянских, Как на ладони на ней. У лесу стада пасется, Жаль, что скотинка мелка, Песенка где-то поется, Жаль, неисходно горька. Ропот, подайте же руку Бедным крестьянам скорей. Тысячелетнюю муку, Саша, ты слышишь ли в ней? Надо, чтоб были здоровы Овцы и лошади их, Надо, чтоб были коровы Толще московских купчих. Будет и в песне от рада Вместо уныньи и мук. Надо ли? Дедушка, надо. То-то, попомни же, внук. О зиме пышному всходу, Каждому цветику рад, Дедушка хвалит природу, Гладит крестьянских ребят. Первое дело у деда Потолковать с мужиком. Тянется долго беседа, Дедушка скажет потом, Скоро вам будет нетрудно, Будете вольный народ. И улыбнется так чудно, Радостью весь расцветет. Радость его разделяя, Прыгало сердце у всех. То-то улыбка святая, То-то пленительный смех. Скоро дадут им свободу, Внуку старик замечал, Только и нужно народу. Чудо я Саша видал. Горсточку русских сослали В страшную глушь за раскол, Волю да землю им дали. Год незаметно прошел, Едут туда комиссары, Глядь уж деревня стоит. Риги, сараи, амбары, В кузнице молот стучит, Мельницу выстроят скоро. Уж запаслись мужики, Звери мы с темного бора, Рыбы из вольной реки. Вновь через год побывали, Новое чудо нашли. Жители хлеб собирали С прежде бесплодной земли. Дома одни лишь ребята, Да здоровенные псы. Гуси кричат, поросята Тычут в корыто носы. Так постепенно в полвека Вырос огромный посад. Воля и труд человека Дивные дивы творят. Все принялось, раздобрело, Сколько там Саша свиней, Перед селением бело На полверсты от гусей. Как там возделаны нивы, Как там обильны стада. Высокорослые, красивые жители, Бодры всегда, Видно, ведется копейка. Бабу там холит мужик, В праздник на ней душегрейка, Из соболей воротник. Дети до возраста в неге, Конь хоть сейчас на завод. В кованой прочной телеге Сотню пудов увезет. Сыты там кони-то, сыты, Каждый там сыто живет. Тесом там избы-то крыты, Но уж зато и народ. Взросшие в нравах суровых Сами творят, а не суд. Реку-то вставят здоровых, Трезвые честно живут, Подать и платят до срока, Только ты им не мешай. Где ж та деревня? Далеко. Имя ей Тарбогатай, Страшная глушь за Байкалом. Так-то, голубчик ты мой, Ты еще в возрасте малом Вспомнишь, как будешь большой. Ну, а покуда подумай, То ли ты видишь кругом? Вот он, наш пахарь угрюмый, С темным убитым лицом, Лапти, лохмотья, Шапченка, рваная сбруя, Едва тянет косулю Клеченка, С голоду еле жива. Голоден труженик бечный, Голоден тоже божусь. Эй, отдохни-ка, сердечный, Я за тебя потружусь. Глянул крестьянин с испугом, Барину плуг уступил, Дедушка долго за плугом Пот отирая ходил. Саша за ним торопился, Не успевал догонять. Дедушка, где научился Ты так отлично пахать? Точно мужик управляешь плугом. А был генерал. Вырастешь, Саша, узнаешь, Как я работником стал. Зрелище бедствий народных Невыносимо, мой друг. Счастье умов благородных Видеть довольство вокруг. Нынче полегче народу. Стих притаился в тени, Барин, прослышав свободу. Ну, а как в наши-то дни, Словно к какому-то усадьбу Каждый мужик объезжал. Помню ужасную свадьбу. Поп уже кольца менял, Да на беду помолиться В церковь помещик зашел. Кто им позволил жениться? Стой! И к попу подошел. Остановило свинчанье. С барином шутка плоха, Отдал наглец приказанья В реку-то сдать жениха, В девичью бедную грушу. И не перечил никто. Кто же, имеющий душу, Мог это вынести? Кто? Впрочем, не то еще было. И не одни господа, Сок из народа давила Подлых подьячих орда. Что ни чиновник-стяжатель, С целью добычи в поход вышел. А кто неприятель, Войско, казна и народ. Всем доставалось исправно, С тачка, порука кругом, Смелые грабили явно, Трусы тащили тайком, Непроницаемой ночи Мрак над страною висел. Видел имеющие очи, И за отчизну молел. Стоны рабов заглушая, Лесью да свистом бечей, Хищников алчная стая Гибель готовила ей. Солнце не вечно сияет, Счастье не вечно везет. Каждой стране наступает Рано или поздно черед, Где непокорность тупая, Дружная сила нужна. Грянет беда роковая, Скажется мигом страна, Единодушие и разум Всюду дадут торжество. Да не придут они разом, Вдруг не создашь ничего. Красноречивым воззванием Не разогреешь рабов, Не озаришь пониманием Темных и грубых умов. Поздно, народ угнетенный Глух перед общей бедой. Горе стране разоренной, Горе стране отстолой. Войско одно не защита, Да ведь и войско дитя Было в то время забито, Лямку тянуло кряхтя. Дедушка, кстати, солдата встретил, Вином угостил, Поцеловавши, как брата, Ласково с ним говорил. Нынче вам служба не бремя, Кроткое начальство теперь. Ну а как в наше-то время, Что не начальник, то зверь. Душу вколачивать в пятки Правилом было тогда. Как ни трудись, Недостатки сыщет начальник всегда. Есть в маршировке старанье, Стойко исправно совсем. Только заметно дыханье, Слышишь ли? Дышат зачем? А недоволен парадом, Ругань польется рекой, Зубы посыплются градом. Порет, гоняет сквозь строй, С пеной у урта обрыщет Бесперепуганный полк. Жертв покрупнее приищет Остервенившийся волк. Франтики, подлые души Под караулом сгною. Слушал имеющий уши, Думушку думал свою. Брань пострашней караула, Пули картечи страшней. Кто же, в ком честь не уснула, Кто примирился бы с ней? Дедушка, ты вспоминаешь Страшное что-то, скажи. Вырастешь, Саша, узнаешь. Честью всегда дорожи. Взрослые люди не дети, Трус, кто старится, не мстит. Помни, что нету на свете Неотразимых обид. Дед замолчал И уныло голову свесил на грудь. Мало ли, друг мой, что было, Лучше пойдем отдохнуть. Отдых недолог у деда, Жить он не мог без труда. Гряды копал до обеда, Переплетал иногда. Вечером шилом, иголкой Что-нибудь бойко точал. Песней печальной и долгой Дедушка труд сокращал. Внук не проронит ни звука, Не отойдет от стола. Новой загадкой для внука Дедова песня была. Пел он о славном походе И о великой борьбе. Пел о свободном народе И о народе-рабе. Пел о пустынях безлюдных И о железных цепях. Пел о красавицах чудных С ангельской лаской в очах. Пел он об их увяданье В дикой далекой глуши И о чудесном влиянии Любящей женской души. А Трубецкой и Волконской Дедушка Пел и вздыхал, Пел и тоской вавилонской Келью свою оглашал. — Дедушка, дальше! А где ты песенку вызнал свою? Ты повтори мне куплеты. Я их мамаши спою. Те имена поминаешь ты иногда по ночам. Вырастешь, Саша, узнаешь, Все расскажу тебе сам. Где научился я пенью, С кем и когда я певал? Ну, приучусь я к терпенью, Саша уныло сказал. Часто катались летом Наши друзья в челноке. С громким веселым приветом Дед приближался к реке. — Здравствуй, красавица Волга, С детства тебя я любил. — Где ж пропадал ты так долго? Саша несмело спросил. — Был я далеко, далеко. — Где же? Задумался дед. Мальчик вздыхает глубоко, Вечный предвидя ответ. — Что ж, хорошо ли там было? Дед на ребенка глядит. — Лучше не спрашивай, милый. Голос у деда дрожит. Глухо, пустынно, безлюдно, Степь полумертвая сплошь. — Трудно, голубчик мой, трудно, Погоду весточки ждешь. Видишь, как тратятся силы, Лучшие божьи дары. Близким копаешь могилы, Ждешь и своей до поры. Медленно-медленно таешь. — Что ж ты там, дедушка, жил? — Вырастешь, Саша, узнаешь. Саша слезу уронил. — Господи, слушать-то скучит. Вырастешь, мать говорит. Папочка любит, а мучит. Вырастешь, тоже твердит. Тоже и дедушка. — Полно. Я уже вырос, смотри. Встал на скамеечку челна. Лучше теперь говори. Деда целует и гладит. Или вы все заодно? Дедушка с сердцем не сладит, Бьется, как голод оно. Дедушка, слышишь? Хочу я все непременно узнать. Дедушка внука целуя шепчет. — Тебе не понять. Надо учиться, мой милый. Все расскажу, погоди. Пособерись-ка ты с силой. Зорче кругом погляди. Умник ты, Саша. А все же надо историю знать. И географию тоже. Долго ли дедушка ждать? Годик-другой, как случится? Саша к мамаши бежит. — Мама, хочу я учиться! И издали громко кричит. Время проходит. Исправно учится мальчик всему. Знает историю славно. Лет уже десять ему. Бойко на карте покажет И Петербург, и Читу. Лучше большого расскажет Многое в русском быту. Глупых и злых Ненавидит. Бедным Желает добра. Помнит, что слышит и видит. Дед примечает. Пора. Сам же он часто хворает. Стал ему нужен костыль. Скоро уж, скоро узнает Саша печальную быль. Редактор субтитров Sal software Саша печальная-субтитров Salin questa самка